всем привет добро пожаловать в новый влог давно мы с вами не виделись и начинаю его с моего любимого завтрака или полный даже не только моего но и нашей семьи это нежнейшая запеканка как из детства нам необходим творог небольшой стакан молока 5 яиц 5 ложек манги которую мы замачиваем молоке минут на десять там как получится у вас по времени также масло панировочные сухари чтобы смазать форму чтобы наша запеканка не прилипала все это измельчаем миксером как бы немного смешиваем но не перебарщивайте и запекаем без термообдува у всех разные духовки поэтому спустя где-то 35 минут начинайте поглядывать на вашу запеканку чтобы она не подгорела но хорошо пропеклась внутри это очень вкусно можно подавать ее с какими-то ягодами с вареньем со сметаной с чем вы любите я очень часто вот так на скорую руку готовлю именно эту запеканку потому что это не занимает много времени без каких-то особо заморочек но зато вкусненько и иногда даже просто с кофе в качестве перекуса тоже люблю и чтобы запеканка не упала оставьте ее в теплой духовке выключены уже пока она не остынет всем привет добро пожаловать в новый влог но наконец-то я могу снять приветствие к сожалению в этом году регулярность выпусков на моем канале очень сильно хромает но я отдала себе время как минимум до конца года и буду снимать тогда когда есть время и настроение мы вернулись домой уже какое-то время тому назад у нас был супер классный отпуск и было такое ощущение что кто-то выдернул тебя из вот этой странные страшные реальности 2022 года и поместил совершенно другую удалось переключиться хотя бы на время насладиться классной погодой морем и вот как-то раньше дети не особо любили купаться в море особенно захар потому что пару лет тому назад мы были в турции море штормила и он плавал в кругу в круге и его получается как перевернула волна это все происходило не на глубине но он испугался и вот с тех пор был какой-то блок и и над как младший немного под него подстраивался захар говорит нет мы не пойдем море моря фу и это продолжалось на протяжении нескольких лет мы вот так постепенно приучали его к тому что не обязательно заходить глубоко что мы рядом не переживай что все будет хорошо пока он наверное даже не научился вот хорошо плавать у него был какой-то страх и я могу его понять и когда опубликовала какие-то кадры то как мальчики прыгают в воду и это было в инстаграме и также на ютюбе некоторые писали а почему не прыгаешь ты мы ждали когда прыгнешь ты когда мне было девять лет я чуть не утонула в черниговской области так произошло кстати я до сих пор помню все вот эти впечатления даже картинка как вода вот так вот крутится мутная зеленая надо мной меня вытягивали за волосы молодые ребята также там стоял мужчина я прям отчетливо даже помню его лицо и я никогда не окунаюсь в воду ну помимо бассейна да это с головой нет даже в бассейне этого не делаю это как-то наверное нужно проработать психологом и или я даже не знаю но вот этот страх того что я не ощущаю дна до сих пор присутствует поэтому прыжков в воду от меня точно не дождетесь мне самой и не хочется я неплохо плаваю ну как неплохо смысле я держусь на воде по собачьи или как жабка но не могу сказать что супер пловец как-то вот так девочки а мальчики ходят в бассейн в рамках школьной программы у них бассейн один раз в неделю но это не просто там поплескаться у них реально обучение плаванию разным техникам и конечно это все с элементами игр и у них даже были соревнования в конце этого учебного года ну прошлого получается и гнат занял первое место в младшей школе а захар 4 поэтому я им невероятно горжусь и вижу что они более уверенно себя чувствуют в воде после того как регулярно начали заниматься плаванием я даже думаю чтобы в этом году отдать их на дополнительный урок плавания с инструктором им это в жизни уж точно не помешает у нас с вами кстати уже заканчивается лето она у меня пролетела настолько быстро вот буквально молниеносно что я не успела даже оглянуться напишите какие у вас ощущения я еще там несколько месяцев могла бы пожариться насладиться зеленью свежими фруктами овощами и поездила бы еще на пляж походила бы на долгие комфортные прогулки с собакой и с детьми но хорошего по чуть-чуть и я как мама школьника в этом году не повторила свою ошибку с прошлых лет то есть я начала подготовку к новому учебному году заранее потому что в прошлом году я подумала что ну не может быть такого чтобы раскупили все детское в конце августа но что-то же должно остаться и обычно на полках магазинов столько вещей я обязательно что-то куплю но я ошиблась потому что оказывается могут раскупить и на кое-что я докупала в последний момент и позже даже поэтому сейчас мы с вами едем на школьный небольшой такой шоппинг и потом я тоже покажу вам что я заказывала онлайн добрела я значит до детского отдела с кроссовками стою и понимаю что у меня начинает болеть голова от такого количества помните как раньше берешь то что есть или то что есть в твоем размере а тут да аж чересчур я ограничена поэтому я думаю что я довольно быстро справлюсь вот такие пума у нас были но очень быстро протирается сеточка сверху и постоянно развязывались шнурки нашла вот такие замшевые правда не полностью черные ну блин простите уж есть какие думаю что не будут придираться и это замш поэтому ножки должно быть хорошо вот это ласта 36 размер у Захара Игнату тоже хотела взять такие же замшевые только не на шнурках но к сожалению именно нашего размера елки-палки нет все остальные пожалуйста все 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 это называется западло но цена привлекательная видите хорошая скидка 30 процентов и замш в школьной программе у нас танцы и Игнат очень любит а Захар не переваривает но отвертеться не получится и нам нужны черные чешки я видела что в СМИКе по-польски это СМИК есть из дермантина эти наверное будут менее прочными в этом магазине под названием СМИК также есть целый отдел с вещами с артикулами для школы пойдем посмотрим в рюкзаках я вообще не спец потому что мальчики мало чего носят но у нас такая специфическая школа я не могу подсказать какой из брендов хороший возможно вы что-то посоветуете вот это с жесткой спинкой с ручками Майнкрафт многие до сих пор фанатеют мальчиков у наших типа как футбольные рюкзаки что там Барселона еще что-то папа покупал им мы будем использовать с прошлого года это небольшой СМИК но здесь как для девочек так и для мальчиков есть из чего выбирать в моем детстве такого богатства не было я помню когда появились гелевые ручки это был предел мечтаний я вообще обожала канцелярию мальчиков там столько всего нам нужно купить посерьезнее вещь письменные столы для Игната и вот эта марка Бомбино у нее самые классные карандаши я вам на полном серьезе говорю причем такие толстенькие они называются Джамбо не вижу здесь их о май гад какие-то кошельки сумочки органайзеры бутылки ланчбоксы я не знаю как тут можно определиться мне нужно купить Игнату Пенал хотя у нас много всяких карандашей и вот эти идут уже сразу с наполнением даже циркуль есть я думаю что ему понравится и здесь видите фломастеры уже сразу ручки цветные карандаши карандаши во всех возможных цветах ну попытаюсь ему угодить здесь еще вот такой двойной здесь меньше карандашей линейка ручка и фломастера берем такой для девочек вот аккуратные балетки тоже какие-то сарафанчики в школьных цветах пола это просто типа как футболка такая хлопковые рубашки еще одно платье и юбка вот такое сине-белое платье и рубашки из хлопка придаленные и никогда не рассматривала вещи для девочек потому что никак вы знаете не актуально тоже кардиганчик с бусинками я совсем справилась все-таки по акции купила еще и карандаши они двухсторонние видите тоже бомбина сейчас еду забирать мальчиков из их полу лагеря последнего в этом сезоне и купила им очень вкусные тарталетки с кремом и с ягодами себе даблшот эспрессо с молоком но без сахара купила в Росмане потому что другое взять не успеваю и лечу вот здесь у мальчиков был их типа как дневной лагерь 5 дней и неделю сегодня последний день им понравилось я думаю что в следующем году мы тоже сюда придем а это вот какая-то территория наверное для деток помладше или из ресторана у них были занятия там и по футболу в общем прикольно я вам могу советовать решила навести порядок в детской ванной комнате так получилось что и я в том числе и ею пользуюсь потому что вот мне например удобно там сушить волосы потому что на этом этаже я крашусь после душа и пока я там наношу тон уже подсыхают волосы и я могу их просто уложить так что каждый тут командует как хочет и со временем здесь начинает быть вообще какой-то один большой хаос и я хочу вам сказать что вот у нас с мужем отдельная ванная комната и прачечная за дверью где это все можно складировать до бесконечности когда уже целая гора стирки ты начинаешь раскладывать по местам у мальчиков другая ситуация поэтому где-то раз в несколько дней я складываю все высохшее и ставлю новую стирку и так же девочки вот у нас сушилки примонтированы к стене мы покупали их в лидле лет пять тому назад и раньше было очень удобно а сейчас когда я загружаю целую стиральную машину плюс мальчики растут одежда у них побольше уже и не все помещается поэтому мне приходится иногда дополнительно доставать еще и стоячую вот эту сушилку из икеи обычную так что удобно но не для большого количества вещей вот такие примонтированные к стене во всяком случае они у нас небольшие и так же мне кажется что наша стиралка съедает носки потому что очень много носков по одной штуке такое может быть напишите пожалуйста я кстати всегда включаю себе ютубчик слушаю что-то очень редко прям смотрю ну вот так за компанию убираюсь навожу порядки еще девочки я стараюсь научить себя мыть кисточки в тот же день когда я наносила макияж потом у меня не собирается гора кистей ну и плюс чистые кисти это всегда полезно для нашей кожи и я стараюсь раз в несколько дней я или муж кто-то из нас это делает протираем раковины как у нас в ванной комнате так и у детей тут юки тоже помогает мне не расслабляться принесла обувь не знаю откуда она достала мои туфли вот и таким образом мы поддерживаем чистоту и во время генеральной уборки приходится все драить более-менее все чистенько так что разложила загрузила новую стирку повесила и так по кругу мамская жизнь ну вот и приехала моя посылка из Золандо очень быстро это продолжение моих покупок к школе для детей там сейчас представлен Next уже кстати не первый год получается чему я несказанно рада потому что быстрее доставка из Золандо чем из официального сайта Next и бесплатный возврат я помню когда мне что-то не подошло из Next я тоже заказывала для детей и я влетела в такую копейку оформляя возврат я прям аж расстроилась поэтому мне удобнее купить на Золандо но там очень быстро разгребают размеры и если чего-то нет вот тогда я иду на Next.pl но Next мне кажется доставляет вообще по всей Европе нет? наверное да у них международная доставка точно есть и что касается нашей школы дети ходят в частную школу это наш выбор и это не так супер дорого как может показаться это не школа для богачей но я считаю что там очень классный подход к детям мне нравится и уровень образования который они там получают и вообще подход много к чему и в этой частной школе у нас форма я считаю что это очень правильно потому что таким образом дети из разных семей у всех разное финансовое положение и благодаря школьной форме кстати я считаю красивой все выравниваются и нет вот этого выпендрежа и вот у нас на каждый день обязательная школьная форма это серые брюки классические темно-серые белое поло и кардиган синего цвета с эмблемой школы дети не возмущаются и нет вот этого знаете по утрам это я не надену это к этому не подходит и кстати я разговаривала с многими мамами особенно с мамами девочек и все говорят боже это какое-то спасение потому что ты знаешь что тебе надеть ребенок видит что и остальные так ходят и он привыкает втягивается и самовыражается уже за пределами школы и утром это конечно облегчает жизнь вот заказала пять пола белого цвета материал кстати плотный он хорошо стирается хорошо носится и захарчику я беру в размере на 10 лет потому что он у нас высокий парень чтобы был небольшой запас потому что на 9 лет впритык скажем так я не могу вам сказать что носят дети здесь в государственных школах потому что те девочки из Украины кто сейчас со своими детьми оказался в Польше собирается идти в школу я не могу вам ничего сказать но я бы одевала заставила своих детей как-то аккуратно скромно без выпендрежа без каких-то ярких цветов и без чего-то в чем детям не будет удобно то есть чтобы это были комфортные какие-то джинсы или комфортные брюки но точно не спортивки и точно не какие-то там сумасшедшие кофточки блузочки пола и так далее что-то сдержанное вот это то что я бы заставляла своих детей носить в государственную школу это брюки для Игната вот такой темно-серый цвет обязателен в нашей школе ну там плюс-минус смотря в каком магазине ты купишь никто не стоит и не проверяет какой именно это оттенок и Игнат у нас конечно худой поэтому для меня важно наличие регулировки штанишек видите такая резинка с пуговицей чтобы можно было подогнать на талии это еще одни штанишки если вы помните в прошлом году я покупала детям классические туфли они нам пригодились не раз между прочим и я тоже выбрала этот бренд и девочки эти туфли кайфовые они выглядят стильно они еще удобные они кожаные и они очень хорошо носятся поэтому я в этом году взяла Игнашкину такие же я Захару брала 36 размер и они до сих пор на него подходят видимо там был хороший запас а Игнашке взяла 31 размер а кстати я забыла сказать что пола у меня для Игната на 7 лет и получается тоже с запасом у NEXT немножко больше мерят как мне кажется вещи вот такие туфли видите с перфорацией они прям как мини мужские супер кайфовые и здесь шнурок не развязывается и внутри здесь тоже кожа если вы живете в Европе ищите хорошие классические туфли на все праздники потом надевали на представление на не Кристина а на причастие Захара в общем нас они выручали много раз я тоже оставлю вам ссылку на Золанда где я их покупала и это тоже для Игната все что я выбирала в декатлоне для детей подошло у мамы глаз алмаз ей богу Игнату взяла вот кроссовки сеточки для того чтобы он ходил в них в школе таких можно Найк у него были если не такие же то очень похожие и они уже подпортились так вот эта сеточка рвется они не послужат прям пять лет но в принципе как бы на несколько сезонов хватит и я думаю что ему будет удобно бегать по школе в течение целого дня и они еще и на липучке то есть видите застегиваются у Игната чуть хуже с завязыванием шнурков чем у Игната чем у Захара вот и все что я купила к школе остальное как оказалось у нас уже есть поэтому не пришлось тратиться даже брюки Захару заказывала раньше на вырост так что я считаю что я как маман очень хорошо справилась с началом школьного года блин девочки у меня дома пустой холодильник и в ванных комнатах тоже многое позаканчивалось даже туалетки нет нужно срочно идти в магазин это совсем не дело и как раз раскладываю все из своих покупок iHerb у меня несколько коробок вот этот порошок пущу в дело очень мне нравится он в таких типа как подушечках продается но не жидкий он без агрессивной химии с приятной дужкой которая остается на стирке высохшей но она не раздражает и даже детям я тоже стираю им все что касается зубной пасты вы мне писали что крес кстати не црес а крес лучше не использовать регулярно потому что появляется чувствительность зубов поэтому я вернулась к своей пасте от джейсон она супер мятная она со мной уже несколько лет и она помогает мне поддерживать белизну зубов но по вашим опять же советам я не буду покупать отбеливающие полоски как-то страшновато и еще хотела вам сказать что я искала какой-то новый уход для волос у меня после отпуска и после лета когда я часто хожу со связанными волосами с этими дурками шишками на голове плюс морская вода и солнце все дела мне нужно было что-то увлажняющее и я чуть раньше тоже заказывала на iHerb вот решила поделиться это корейский бренд я думаю что вы и в другом месте его найдете кундал скажите мне пожалуйста как правильно читается потому что я взяла наобум но мне очень нравится во-первых большой объем пол литра и аромат это вау он хорошо промывает волосы не нужно много мне вот видите шампунь и типа как кондиционер написано что это лечебный препарат увлажняющий с протеинами но я использую как кондиционер два нажатия шампуня хватает для того чтобы круто промыть голову и волосы живые блестящие но не утяжеленные такие увлажненные но не как жирные потому что не все увлажняющие шампуни или типа как уходовые кондиционеры на мне работают хорошо мне понравилось вот с медом и с маслом макадамия называется свадебный букет линейка их там несколько также у меня писали чтобы я взяла сахара мицеллы я спросила у нашего семейного доктора что это такое она говорит это супер вещь это как альтернатива аптечному энтеролу и даже когда отравление или ну жкт какие-то проблемы можно принимать их и получилось очень выгодно как раз была скидка минус 20 процентов поэтому я нагребла про и пребиотики вроде как нам сказали что можно давать и детям особенно для Захара это актуально и в преддверии осенне-зимнего сезона будем пить это как капсулы они большие но можно растворить этот порошочек в воде остальное девочки не буду показывать потому что у меня здесь уход который я выбрала себе на зиму меньше вот видите я сейчас фанатею от корейских брендов умывашка но отдельное видео будет об уходе ну все я побежала за продуктами туалетной бумагой у нас сегодня начинается длинный уикенд целых 3 дня выходных в нашем случае это не особо что-то меняют потому что дети и так сидят на каникулах дома ну разве что Томак не поедет в офис поэтому эти 3 дня мы проведем вместе мы хотели сделать большой гриль для наших друзей но погода к сожалению очень странная сейчас шурует дождь но все равно мы хотели бы съездить в одно очень красивое место я беру с собой камеру и по приезду туда обязательно вам все покажу но прежде чем мы доедем туда нам нужно проведать еще и папу Томака я вам рассказывала о том что он недавно перенес операцию операцию на позвоночнике и это не совсем ну как с одной стороны запланированная операция но с другой когда это все началось боли в спине где-то в феврале может чуточку раньше никто не думал что закончится операция потому что были подозрения на радикулит но оказалось что операция это неизбежно и после хирургического вмешательства ему нужна серьезная реабилитация поэтому его сразу бесплатно направили это от государства в санаторий но это даже больше не санаторий а как бы оздоровительный комплекс который даже напоминает больницу потому что территорию нельзя покидать можно приходить проведывать но если ты выходишь даже погулять в парк то нужно сопровождение потому что ну как бы человек не особо может сам передвигаться и непонятно что может с ним произойти когда мы были в Хорватии дедушке постоянно ездил брат Томека а сейчас вот Томек тоже регулярно проведывает его привозит ему что-то из продуктов то какую-то одежду то еще что-то поэтому сегодня всей семьей сможем проведать дедушку посмотреть как он там я к сожалению не была раньше потому что болела до отъезда в отпуск потом по приезду я не знаю что происходит на меня это уже изрядно задолбало когда я уже очухаюсь полностью пойду еще раз сдавать анализы потому что это уже никуда не годится из одной болячки и ты просто плавно переходишь в другую но сейчас я вроде как не заражаю хотя остались еще какие-то такие остаточные признаки простуды заложенный нос но вроде как тьфу 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 уже все хорошо и потом мы едем в такую деревушку очень красочную колоритную с этномотивами в которой я давно хотела побывать но знаете это не просто какое-то место о котором я мечтала я где-то увидела у кого-то на фотографиях из знакомых и подумала что надо съездить тем более что это недалеко а потом ты забываешь или что-то другое появляется на горизонте как-то так всегда было не по пути а раз уж мы не организовываем гриле раз мы никуда не поехали на эти три дня ну далеко имеем ввиду потому что мы тоже рассматривали вену но там тоже идет дождь и как-то вот шлепать подождем нет лучше уж как-то тут по месту мелкими перебежками но зато появилась появился повод наверное да и возможность съездить в эту деревню а сейчас едем к дедушке надеюсь что он скоро поправится и выйдет а вообще-то есть очень классная новость которую я опять же с февраля не озвучивала у нас были планы на лето с дедушкой он совершил такую классную покупку для всей семьи и это было бы очень интересно но жизнь вносит свои коррективы когда он выйдет из больницы я прошу его провести тур еще раз для меня уже в более спокойной обстановке и для вас покажу что это это для многих мечта я бы с удовольствием попробовала но об этом как-то наверное попозже поехали по дороге к дедушке мы остановились в пивоварне Тенчина к тому он говорит что целый вот этот завод принадлежит польскому политику такому эксцентричному я не особо там знаю кому но возможно это действительно так оказывается здесь делают не только пиво но еще и водку и виски у них свое есть мне очень нравится бутылка супер стильная необычная правда выделяется на фоне других и вот еще такое алкогольные безалкогольные виды пива бутылочное также живое можно купить на разлив а вот это то чего я вообще не ожидала здесь увидеть альтернатива для опироля а кстати может взять попробовать я опироль люблю там там аквейсмина спробования кстати этикетка по дизайну чем-то напоминает времена коммунизма что ли возможно только у меня такие ассоциации и вот еще там он берет разливное нифига себе 5,2 оборудования я бы упала после стакана откуда ты знаешь что там куда ты меня ведешь бар блин зеркальные окна ничего не видно но видно нам ладно может следующий раз зайдем когда будет открыто вот мы и приехали дедушки тут реально как в больнице так тихо вообще реабилитация почему-то воняет сигаретами много всяких залов и кабинетов для упражнений здесь такой маленький скверик для пеших прогулок но за забор уже выходить нельзя мы вчера сюда не доехали потому что началась очень сильная буря но наконец-то мы на месте мы находимся в городке который называется Залипе это всего лишь в полутора часах наверное езды от Кракова и эта местность интересна своими расписными домами вот так исторически сложилось что в этом городе все разукрашивали как снаружи так и внутри и в некоторых домах реально живут люди все они разные и также в этом регионе проходят еще и конкурсы на самый красивый расписной домик то есть это часть культуры этого региона даже колодец расписан и собачьи будки видела очень красиво конечно это все ручная работа вот этот дом например уже в других расцветках и в других орнаментах даже цветы посадили в тон самому дому мы только приехали а у нас уже буквально отвисла челюсть потому что все превзошло даже наше ожидание как будто ты оказываешься в какой-то нереальной сказке сами оцените и каждый дом уникален мне даже разрешили поснимать внутри мы кстати забрали с собой соседскую девочку наши дети дружат между прочим расписывали не только дома снаружи и внутри но и печи иногда какую-то мебель или печь класс как будто ты у бабушки в деревне где-то только очень талантливые бабушки вот как пример покажу вам сервант и каждая хозяйка сама придумывала узор и говорят что они не повторяются коричневая краска и поверх белая роспись супер смотрите а раньше в польше делали вот такие крыши из соломы здесь что не дом то музей можно снимать каждый и тогда этот влог был бы бесконечным смотрите реальный дом в котором живут и здесь тоже все по-другому чем в предыдущем мишка даже погреб представляете сарай гараж ну все сразу выглядит позитивнее вот скажите вот дикари заходим сейчас вам покажу ну мы рассматриваем орнаменты понятное дело зато захар о боже а это что индюк индейка точнее начала издавать свои звуки захар я туда не пойду она хочет на меня напасть вижу за забором же но мама обещает что мы поедем в украину когда закончится война да поедем мы обязательно бабушки в лосиноку кстати как во многих дворах стоит копилочка и собирают на краски денежку деревня настоящая которая живет своей жизнью расстояние между одним домом и другим могут быть даже четыре километра мы все шуруем еще и по жаре зато милая бабушка я не знаю сколько ей могло быть лет угостила нас очень вкусным белым наливом это яблоки из моего детства у моей бабушки Новгород-Северский это Черниговская область во дворе была большая яблоня и не одна и среди этих яблок был и белый налив так что как будто назад в прошлое я думала это какой-то музей ну можно сказать и так вот орнаменты на потолке это название деревни если вдруг кто-то не понял с моих слов показываю а это зал банкетный вот это да и сцена можно вообще заходить сюда наверное можно во всяком случае пока что никто меня не выгоняет во всех рисунках использованы цветы видите говорят что эти дома как будто зацветают когда их расписывают ну интересно знаете приехать в выходной день или для разнообразия вот эта штукьянция огромная я вам серьезно говорю надеюсь она там стабильно держится это располагается прямо над столами это не только банкетный зал это вообще-то дом культуры в котором еще и проводят разные занятия по живописи сегодня здесь была масса туристов 700 человек мне сказали так что нам повезло что сейчас уже нет такого наплыва людей все мы дальше уже не пойдем здесь все фоткались уже разбежались нам очень понравилось мы так и релакснули я хочу вам сказать еще и кофеек в последний момент купила а это что такое возможно солнечные часы а может я ошибаюсь но в любом сути спокойствие и не знаю какая-то такая совершенно другая атмосфера хорошо благоприятно влияет на нервную систему если вы где-то здесь в этих районах Кракова то конечно советую вам посетить это место оно того стоит осень и зима уже совсем близко непонятно какими они будут в этом году но температура в доме точно будет ниже я куплю себе несколько спортивных костюмов и пледов и мы ничего особо не предпринимали мы вызвали сервис для нашей печи и камина она хорошо отапливает вот этот первый этаж и сказали что спустя пять лет она в отличном состоянии ничего особо там не пришлось чистить и так далее это такая штука которая включается кнопочкой и отапливается все вот таким пилетом то есть это как гранулы возможно мы будем забирать мою маму из украины к нам на зиму Томак вообще не против чтобы она к нам переехала пока что не знаем как все сложится здесь будем греть вот этой печи если газа не будет достаточно и на верхних этажах возможно будем использовать функцию обогрева в кондиционерах которые там есть цены на пилет конечно моментально поперли вверх но мы закупили чуточку раньше еще по старой цене за вот такое количество здесь наверное килограмм семьдесят мы заплатили больше трех тысяч сотых пусть будет на всякий случай он есть не просит как говорится пусть лежит и будем как минимум один этаж обогревать билетом и дальше соображать уже по ходу дела что и как по-хорошему мне нужно было бы еще и съездить в икею прям кровь из носа снова закончилась стирка я вам говорю это непрерывный процесс в общем зачем мне нужно в икею во первых мне обязательно нужно купить ребенку письменный стол у захара он есть но захар уже из него вырос нужно повыше он уже выше не поднимается и он не совсем то и удачный у нас тоже икеевский но мы как то вот купили знаете от балды его нужно было приобретать с умом там нет шкафчиков может их как то можно купить дополнительно типа как отдельно в общем нужно смотреть плюс мне нужно спланировать шкаф в одну детскую и во вторую и наверное я куплю его онлайн и закажу доставку еще и сборку а то у меня Томак вообще ни разу не любит заниматься чем-то по дому знаете там лампочку он поменяет но например там повесить полку или отремонтировать розетку или скрутить мебель он очень многое делает по дому это факт но что касается вот чего-то где нужно ковыряться о нет он уберется он полностью сам занимается садом он может приготовить если надо но вот там где нужны инструменты как минимум отвертки но это вот когда уже безвыходная ситуация он это сделает поэтому я попытаюсь как то без него и тем более я смогу спокойно все спланировать так как будет более удобно и для меня потому что в основном я складываю детские вещи не основном а только я это делаю и потом чтобы детям тоже было удобно так как шкаф это большая мебель и хорошо было бы приобрести ее на много лет и киевские шкафы они в принципе хорошие у нас когда-то был в прошлой квартире все что у нас сейчас это делалось под заказ и прям какой-то значительной разницы в качестве я не вижу поэтому икея это оптимальный вариант хотя я не могу сказать что это прям супер бюджетно никогда не было а сейчас наверное и там цены поперли вверх но почему я не съездила в икею до сих пор этого не сделала потому что к нам приезжают гости из Украины на чуть-чуть но тем не менее мне снова нужно подоставать все матрасы освободить детские комнаты и у нас побудут люди не так долго но потом снова будут в начале осени в начале сентября получается и если я притяну туда еще и шкаф один второй и письменные столы ну это будет капец и плюс мне нужно будет за несколько дней вот это переложить все шмотки детские не и я наверное подожду когда мы останемся сами и все это сделаю но это прям обязательно to do как говорится в начале осени потому что я уже не выдерживаю так как я в основном опять видите оговорочка я складываю детские вещи и детская мебель из икеи уже не подходит для детей школьного возраста потому что слишком сильно нужно все скручивать вот эти вот движные ящики складывать ну повесить еще не проблема но я вижу что это уже не помещается я больше как запихиваю поэтому вот так на этом я буду заканчивать свой влог надеюсь что вам удалось со мной как-то развеяться и вы отвлеклись не забывайте поставить пальчик вверх я очень ценю вашу поддержку для меня это важно как для и человека и как блогера сейчас многие перестали снимать я делаю это и без рекламы и практически бесплатно я всегда любила то чем я занимаюсь здесь на ютюбе лет наверное уже восемь да не знаю переживет ли благосфера вообще все происходящее мне очень многое хочется вам рассказать и это не с финансовой точки зрения а вообще исходя из атмосферы на ютюбе в инстаграме я надеюсь что я это выдержу в моральном каком-то психологическом плане и мне просто хочется снимать как раньше все пока пока до новых встреч уже совсем скоро